Привет всем, с вами Сергей Куваев Сегодня хотелось бы поговорить о конкурсе Мисс Вселенная Точнее о его японском этапе Который прошел на днях 12 марта в Токио Я бы не стал, наверное, затрагивать вообще эту тему Так как, ну, обычное дело Конкурс Мисс Вселенная, да, проходит каждый год Но интересен тот момент, что вот победителем этого конкурса Стала очень обычная девушка То есть она японка, но не совсем японка То есть, проще говоря, хафу Она наполовину японка, наполовину американка Довольно симпатичная девушка, но о вкусах не спорят 20-летняя, обычная японка из префектуры Нагасаки Всю жизнь прожила в Японии, свободно говорит на японском Если не смотреть на ее внешний вид Обычная классическая японка За исключением разве что ее имени Так как ее зовут Эриана Миямото Да, когда мы слышим такое имя Эриана Сразу в голове возникает Риана То есть что-то такое, ну, явно не японское, да Мне же стал более интересен не сам факт того, что девушка хафу Выиграл такой конкурс, да Так как хафу их, в принципе, и так везде полно Их полно на телевидении, в модельном мире То есть, ну, практически, ну, для Японии это обычное явление Их очень много в рекламе То есть на них пальцем никто не показывает Больше же удивление вызывает Как отреагировала японская общественность На вот это событие, да На победу этой девушки Так как на следующий уже день буквально появилось В японских интернетах На самых больших японских имиджбордах, сайтах Всевозможные, ну, статьи Как раз связанные вот с этим событием, да Большинство комментариев сводилось к тому, что Как мы могли выбрать такую девушку, которая будет представлять Японию Но она выглядит совершенно не как японка Зачем нам выбирать не японку? Ведь мы же хотим, чтобы нашу страну представляла именно японка Вот в основном были комментарии в таком ключе С чем это вообще говорит? Ну, о том, в первую очередь, что это, конечно, расизм В какой-то степени, да То есть японцы, они негодуют, когда как Вот, мы японцы, мы такие чистокровные Да, у нас нация вся сплошь японцы Совсем маленький процент иностранцев И тут вдруг нашу страну представляет Какая-то, ну, то есть помесь какая-то, да, грубо говоря Вся вообще история Японии Последняя, да, новейшая история Она основана на заимствовании именно иностранной культуры И, собственно говоря, это и есть вот эти те перемены Которые сейчас происходят, да, с японским обществом С Японией вообще в целом, с людьми С их мышлением Поэтому, ну, на мой взгляд, это довольно закономерно Кроме того, было много комментариев от самих Хафу Которые заявляли о том, что Вот, нам всю жизнь и так приходится бороться за свои права Доказывать, что мы японцы, да Что, когда мы там разговариваем на японском С другими японцами С нами пытаются говорить на английском То есть игнорируют тот факт, что мы как бы японцы А тут теперь выиграла, получается, девушка Хафу этот конкурс И вы снова начинаете вот принижать ее достоинства И высказывать какие-то российские свои мнения Да, действительно, Япония на сегодняшний день является страной Где большинство населения именно чистокровные Если можно так выразиться, японцы 98% населения именно японцев Иностранцев совсем мало Там большинство из них китайцы, корейцы А уж белых или черных вообще совсем маленький процент Если взять статистику, то всего лишь 5-6% браков Происходит с участием иностранцев Что действительно, ну, довольно мало Причем эти иностранцы, опять же, филиппинцы, корейцы и так далее, да Ну, если брать мужчин, там, по-моему, много американцев и корейцев Продолжается пока бурление нечистот в японском интернете И кроме того, я, значит, пока искал какие-то подробности По поводу этого конкурса Миссилена Я наткнулся на другой конкурс, который называется Не помню, как он называется на японском Джосикосей То есть конкурс красоты среди старшегласниц в регионе Канта И там тоже победила Хафу То есть там победила девушка Тоже наполовину иностранка, наполовину японка В общем, такой тренд, ребята, в Японии сейчас Хафу в большом тренде Каждый год рождается 20-30 тысяч Хафу, детей Они постепенно заполняют телевизор, модельный бизнес Вот теперь еще и конкурсы красоты, да, кучи Пишите свое мнение, пишите свои комментарии, что вы об этом думаете А мы увидимся в следующих видео До скорых встреч, с вами был Сергей Куваев Продолжение следует...